всех приветствую на своем канале решила я в очередной раз по заказу трудящихся попробовать записать smr чем этот триггер это будет посвящено моему первому заказу в faberlic часть которого вторую я сегодня все-таки забрала где-то после часу как и мне было сказано я позвонила в faberlic представилась сказала чего мне от них надо мне сказали что мой порошок пришел я могу прийти его и забрать на сайте сказано что нужно приходить таких случаях с паспортом ну кто видел обзор мой первого заказа в faberlic но уже в курсе какой там цирк у нас был как я поняла по отзывам большинстве случаев в россии базы выдачи faberlic все-таки как-то в общем няшная хорошие белые пушистые со слов аленки тоже у нас же видимо все-таки очень хотят чтобы я стучала на них так сказать да выражаясь шаргонным сленгом я сейчас смотрю точнее читаю мангу гокусен то бишь соединение двух слов японского я не помню первое второе сенсей в общем учитель гангстер в переводе на русский я бы вам повернула фотик и показала ее на экране не она у меня сейчас висит но это будет не слегка резкое движение интересно я уча шею чешу звук слышно какой-нибудь в камеру ну перейду я наверное пожалуй к обзору этого своего заказа да я тут специально свет не включала вроде как пытаюсь тихо медленно говорить возможно чуть-чуть креплю но это уже так попила молочка холодного в общем забрала я заказ не поверите ну как обычно я прихожу там закрыто я думаю они до 6 работают ну можете чё перепутала и вдруг слышу ой там как-то ее обозвали к тебе значит покупатель она тык 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 я знаю что меня в уличе любят обсуждать но я не настолько конечно самомнением там обладаю ли еще чем-то я не думаю что эти люди обсуждающие меня будут лезть на youtube и смотреть всякие мои видео и более про фаберлик общем я не знаю есть конечно там один процент что эта женщина и и товарищи по несчастью фаберлик решили ко мне зайти на канал и вот это вот все узреть и почитать точнее послушать но возможно пока надо почитать что волосы у него в этот раз или это парик или это ее натуральные волосы были более-менее в порядке расческу они все-таки увидели в своей жизни но я прихожу и мне значит говорят с порога так я объясняю что вот я позвонила мне сказали что порошок пришел а где накладная я в таком афиге стою глазами хлопаю я ими так часто хлопаю как многие заметили ну кто-то даже в каменках заметил но тут я видать совсем так хлопала так думаю что за накладная вообще никакой накладной не видела него у меня есть паспорт зачем не ваш паспорт но все-таки так я же не знаю что вы взяли заказывали я грудок порошок говорю я позвонила мне сказали что он на месте я могу прийти его и забрать а какой порошок я грудь универсальный вот такой позже я вам его еще покажу может быть даже пошуршу я грудь там был килограмм а еще 120 грамм я же не могу вам отдать то что вы заказали без накладной вдруг вы не знаете что вы заказали а я тоже не знаю что вы заказали и что она не дошло я бы у меня никакой накладной не было как же у вас была накладная тут я понимаю что видимо накладной считается чек ленточка такая то что накладная вкладывается в посылки фраше выглядит как накладная то что вкладывается в эйвен и грин маму выглядит как накладная здесь видимо я не знаю как в других фаберликах по другим городам не считая нашу глич она выглядит у нас это оказывается чек чек это видимо вот они понимают что это именно тот самый накладная я так вроде собралась завтра деревню если будет хорошая погода то родня поедет на машине проверять пчел но и меня захватят на пару суток туда точнее на две ночи и обратно возвращаясь скорее всего на автобусе то бус у нас теперь ходит исключительно почетно три раза в день по моему не ездила с прошлой осени не знаю как ну и я так вся малость офигевшая от их сервиса суперского говорю мне что же придется снова приходить соображалась теперь я к шести еще раз а она начну зачем все же я знаю что вы заказали и значит хвать к полке а там по отдельности стоят вот так вот ну видимо то что не дослалась по кучкам каждому своя кучка и мой порошок стоит я-то думала что он не вот такой вот а более плоский как обычно продают вот ну по типу как вот мой маленький вариант только в общем вот такой по уже было и повыше бы я думала но и он оказался именно такой коробочкой на картинке то там не очень понятно не на сайте не в каталоге и после она так мне достает коробочку еще коробочку но я не уверена что вы его заказывали я же не знаю что вы заказывали снова мне повторять я говорю но и снова повторяю что это голубой универсальный порошок килограмма еще 120 грамм и тут она мне значит достает я достаю пакетик она говорит но я же не знаю но мне же нужна накладная я же вам говорил насчет накладной на мне вообще ничего не говорила в прошлый раз я говорю знаете вообще-то на написано что нужен паспорт нагреть нам не нужен паспорт и вот нам не нужен паспорт зачем не ваш паспорт хотя затребовала с меня его развернула и стала внимательно пырится на меня и на ту фотку в паспорте не покажу я вам свою фотку в паспорте я думаю что-то типа личное да уж не та мадам с пункта выдачи попырилась она мою фотку в паспорте и заявляет зачем мне ваш паспорт я же знаю что вы косырево я вас запомнила этому блин ты меня запомнила какого аж хрена ты мне тут мозги выносишь столько времени радость ты моя ну и я значит достаю эту свою сумочку и фрашевскую линяную с логотипом и фрашев вроде как 20 лет в россии возможно если кому-то из вас это интересно я однажды ее достану и покажу такими длинными ручками я с ней хожу магазин обычно за покупками она мне торчит в обычной сумке где там кошелек и прочая фитребуха и я говорю ну как же вот когда получаете к примеру эйвен тут я внутри себя так сжалась и думаю ща меня наверное обложит если не половыми мужскими органами то уж какими-нибудь точно матами ибо вспомнила как не выносили мозги узнав что я регистрировалась не в угличе а где-то там по ссылке на youtube в интернете и про youtube тогда не говорила сказал что просто в интернете ну и она мне так ничего вообще не реагирует на этот этот эйвен ну насколько мне просто известно обычно сектанты как-то ругаются и не нетерпимо относятся к другим сектантам я никого не хочу обидеть я сама тут занимаюсь и иван теперь еще и фаберлик гринмама и фреша хотя те не являются гринмама и фреша каталожными косметиками но обычно вот так вот кому-то говоришь ой вы занимаетесь там ну фаберлик не вышло фаберлик этот коко 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 занимаетесь эйвен вы снимаетесь эйвен не вышло эйвен это коко 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 занимаетесь там этот арифлейм ну и так далее там что еще есть но и тут она так во я вообще как-то фиолетово что есть эйвен подозреваем что она сама этим эйвеном занимается игру к примеру чтобы получить посылку эйвен нужно брать паспорт и показывать его на зачем нам не нужен паспорт нам нужна накладная ну накладную да хоть печатать ее или говорите что это не чека накладная и помогает мне в эту сумочку мою убрать вот эту огромную коробочку я значит уложу туда вот этот маленький порошочек и она достает вот этот вот гелик с полочки который мне тогда не дошел и вы не смотрите что он слегка не полный хотя я не знаю сколько он вообще должен быть полным потому что он пришел мне вот где-то вот настолько он был полно я прискакала и первым делом поскакала в душик и заезала его кстати очень такой необычный вкусный аромат да полностью передается и цветок сакура и японская слива единственное меня напрягает почему оно голубое это какой-то пищевой краситель они добавили просто я тут сейчас наверное пошуршу я никого не хочу обидеть но у меня в одном из обзоров были вот эти яйца корейской фирмы какой-то бальзамы для куб и потом ну там то были прямом смысле натуральные составляющие а здесь у нас вот ну так ароматные отдушки там где-то еще что-то было пищевые красители и ароматные отдушки я никого не хочу обидеть тем более фанатов фаберлик но когда вы позиционируете себя как кислородная косметика сделано в россии что там натуральная бла-бла-бла то мне конечно честно писать пищевые отдушки эти точнее отдушки пищевые красители но все же это как-то немножко я когда увидела вело меня в транс в общем тут вестимо какие-то супер пищевые красители не знаю насчет отдушек ну состав чего у нас тут вода содиум лауреат сульфат куками до пробил бета-ин сейчас кто-нибудь в комментах когда выложу это видео прискачет и будет искать у меня неправильное прошение как dolce milk ну да я знаю иногда я говорю чуть-чуть с акцентом французским английским или еще каким-нибудь и еду в деревню чтобы уединение изучать азбуки хирогана катагана и подозреваю что буду скоро говорить с акцентом японским допустим то что в анимашках в общем адаптация на русский язык где вот у нас допустим есть в манге у меня тут шин савада я подозреваю что все-таки это син читается потому что с речь и примеру в щека чика читается как сика я сейчас не могу достать телефон и специально вам сделать эту пример этого сика где иероглиф и иероглиф и как она произносится допустим на английском а вот это эс эйч и и оно читается не как ши а именно как че ну и что тут у нас кокомид д е а содиум хлорид лицерин 2 как она от фрагранс из понятия что это бензофенон 4 цитрус айс то бишь лимонная кислота диссодиум это дмд м хидан тьон я перешла на французский хотя во французском речь не читается h суден метил парабен с ти и 607 30 и 4 2 0 9 0 зачем я прочитала этот состав люди я ничего не хочу сказать против оберлик в каких-то местах он хороший вот это очень классно пенилась и довольно вкусно пахло и передавала вот этот вот роман но простите у меня идет сейчас только мат я же не могу материться в камеру тем более я тут вроде как тихо шептать должна передавать этот триггер который у меня я подозреваю нифига не выходит ну кому то это все же нравится сразу заказываете обзоры но простите в какому да как бы культурно то выразиться в каком месте тут что-то натуральное в каком месте тут это самая какая-то там кислородная косметика это ж одна сплошная химия подозреваю даже фикс прайсе найдется что-то более натуральное срок годности 18 месяцев дата изготовления восемь месяцев после вскрытия сделано 18 0 9 2015 310 миллилитров 8 4 6 0 это код этого самого если кому-то вдруг интересно выберите к россии москва ультсень никольская и т.д. прозрачный нежный цветочный аромат на его создание нас вдохновила романтичная атмосфера весеннего киота утопающего в цвету сакуры изысканный аромат создает атмосферу гармонии нежности и комфорта бла 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 ну тут слушаю пену можно сделать или что можно гелем помыться но вообще-то шин савада можно так сказать ну неправильное произношение неправильный гель где тут что-то натуральное люди кроме воды ну и вот она достает значит этот гель и говорит вот у вас ведь тогда был такой гель а если вы не помните то я вам напомню женщина уверяла что она не в курсе что я заказывала ей прочь все вот там хвост из нижнего полушария мозга я пытаюсь не материться пытаюсь не говорить там каким-то сленгом своими словечками которым некоторые придираются потом обижаются или типа того или чтобы вас там особо не в этот вафик не впадали вы в общем я пытаюсь фильтровать свой сленг так вот женщина которая уверяла что она не знает что это за заказ у меня хотя я подозреваю у них вот эти достачи досылы все-таки приходят допустим ну если мне пришло то мне пришло там наверно написано там такая какая-то такая-то в общем там наверно написано такой-то такой-то пришло то-то то-то ну и понятно но нужно из-за каких-то коробок это достается не так же она приходит без всего там без пакетика или еще чего-то и она достает этот гель говорит вот вы тогда его заказывали я куда вы тогда сказали что будет ну вроде как возврат ну все говорю возврата ему не будут его заменить да вот и она мне сложилось тогда впечатление что она просмотрела этот мой видео обзор фаберлик и не знаем врез ли она конечно провоняла свои штанишки а мне так знаете какое слово хочется сказать я думаю вы поняли врезали она намочила свои штанишки или испачкала их чем-то на тему того что вот я там значит поднимлю кипиши и напишу в этот фаберлик в службу поддержки что вы знаете в угличе такой беспредел творится что вообще полный аут но ощущение было что она по моему будет рада если я у нее вот это все заберу и больше никогда туда не приду ничего не было закатано потому что ну значит ставит мне его в пакетик мою эту сумочку и говорит все теперь я с вами рассчиталась вот типа это забирайте ну смысл такой что типа идите отсюда и больше никогда не возвращайтесь я конечно такого не сказала но именно такое ощущение у меня и было я прошла несколько офигевшая чуть-чуть отошла подальше и стала названивать маша шоу таки все таки забрала ее вот этот фаберликовский порошок поофигевала с ней сказала что вроде как есть заставка на дом хотя вроде у меня в личном кабинете она не выпадала то бишь ну она как возможный вариант есть но именно что в нашем городе ее нет ну в крайнем случае я предложила маши и в крайнем случае говорю если что я говорю буду заказывать забираю когда нить я реки если вдруг поеду там сейчас аленка встречаться так чтобы было или уж вдруг каком-нибудь году или через сколько-то месяцев все-таки появится это доставка на дом на соседи чё-то усиленно гудят я не знаю слышно ли это в камеру я уже дважды нажимала на паузу в записи потому что моя бабуся который ну у меня тут кто-то спрашивал про бабусю вы простите я наверно не буду записывать видео про бабусю знаю наш суперский город и много-много-много-много родни и вообще много всяких там причин есть но она конечно хороший человек и просто наш не виновата что ее в детстве сбаловали на в семье была любимым ребенком и было в семье 5 человек и в общем характер у нее сказочный хочу я вам сказать люди если вы смотрят те которые считают меня своим врагом если вы смотрите это видео люди я вам желаю такую же бабушку она сказочная просто хочу переходим к шуршанию мне сказали что не надо камере подносить близко шуршащий предмет чтобы он не был таким громким я не знаю что тут шуршит а кстати у меня тут бумажки были я специально для обзора оставила смотрите догадайтесь откуда они подсказываю очень вкусные и сладкие классные конфеты рафаэлла у меня тут чуть-чуть еще осталось купила по распродаже в общем 80 рублей 80 грамм две коробочки до этого еще один правил все что осталось две штучки или сегодня сожрю или деревню возьму я когда услышала как они шуршат сразу про вас подумала и блин у меня же кто-то просил передать привет я даже на бумажке написала хотела еще написать это тут на бумажке типа привет сейчас я попытаюсь это достать может шуршание будет слышно мне тут список того что вы просили записать видео обзоры про маму видео я потом сделаю это смысле будет по любасику интересно слышно я тут шуршу бумажкой я сейчас уже специально шуршу бумажкой вот это тут вот ничего такого суперского нет накладная кусочек накладной из эйвана вот это накладная это я понимаю это машин порошок слушайте он тяжелый 1 килограмм 100 грамм сухого белья вот у меня монитор сейчас потух и стало сразу темно и тихо не не тихо конечно он все равно шуршит теперь он слегка мигает этот монитор где же бумажка то не хорошо человеку вроде обещала хоть и лезь на youtube и крути где же там в комментах привет был будет поточнее вот он чуть-чуть шуршит если его ворочить не буду рисковать это машкин заказ вообще из-за него весь шумих и был вот дом фаберлик косметика для уюта дома стиральный порошок эффективность экономичность безопасность экономичная формула 120 грамм равно 450 грамм порошок премиум порошок обычный 1 1 1 9 9 подходит для ручной стирки маша его хвалит и один пить подарил как-то вот я сейчас проматываю нашу ленту моих каментов пошу пока вам может найду там где написано привет ты кому я должна передать вот же склеротичка ведь специально собиралась его передавать и записала даже где-то а куда бумажку делать и главное увидела вчера камень как раз когда уже заливала обзор Эйвона ну и было уже как-то не перезаписать конечно можно было бы перезаписать но ждала как раз когда сестра Женьки приедет в результате сама пришла себе сдавать выходить где же ты где же ты девочка которой надо привет я не уверена что это надо было делать в асамаре то что я сейчас выдала так вот пока Дениса вижу Денис привет тебе ты просил видос я тебе как раз его специально снимаю надеюсь угодю твоим требованиям О Алифтина Шманова привет тебе если ты смотришь это тоже что двойной привет в следующий раз обещаю напишу на бумажке и покажу вот так как обычно всем людям делают я рада что ты меня каментишь смотришь ну и вообще так это называется Лёвина шлаками я чую мне еще далеко до плавных движений кстати вкусно пахнет печенками от бумажек с конфетками пахнет печенки и пахнет печенки интересно падение бумажек на камеру это вызывает какие-нибудь там мурашки у меня вот от той палки точнее массажирские в общем этой фигни для башки которая башку надо почесать когда она болит мурашки не вызывает вообще я какая-то не мурашковая кстати когда я в кульке училась был мальчик такой клёвый классный на вели вала кажется был похож я его звала финн даже рисовала по памяти точнее как то у меня нас есть на лекциях сидела чем нифигово стало припад увидел и послал меня нафига ти горит лежи в общагу я иди лежу в общагу выхожу а там такой чувак няшный ходит я так мельком его увидела он глаза запал так пришла домой в общагу в смысле селой нарисовал за полчаса прихожу в следующий день в этот самый кулек в ходе там мне девчонки аленка но вся наша тогдашняя тусовка атакует это там саша кажется его звали саша 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 вот как раз мурашками фамилия она была мурашкин мурашу в общем фига узнает как его звали в общем я его заклеймила финном там кажется рисунок все в холле висел какое-то время то мне еще раз его вроде рисовала еще где-то у меня на яндексе есть и в контакте тоже это где мои подчеркушки там есть его этот портрет потом у меня оригинал забрала подружка потом я копию делала навернула его мне обратно причем няшный такой мальчик был плевенький а потом он был хайраст и потом он подстригся его не узнал такое разочарование прикиньте вот так идете такой няшный мальчик хайрастенький хайраст и подстригся ну зачем подстригся вот шо за нафиг первый парень на деревне на деревне дом 1 то бишь первый парень мой наверное это так сказать первый парень да мой парень короче первый он тоже был такой хорест хорест весь пирсинге с татуировками сам татуировки делал такой офигенный парень был и раз встречаемся с ним он подстригся у меня такой шок он мне так разонравился тут же я вообще понять не могу чем он мне нравился люди если у вас цветные клевые хайрастые волосы вы при этом мальчик не стригитесь если они вам при этом идут это же так клево длинные волосы мальчик отжимаю сижу несу какую-то хрень на камеру пошуршить хоть что ли там хоть есть еще хочу это все пишется то можете говорю тут сама с собой не там еще что-то осталось я даже себя в зеркало вижу меня в этот раз не надо тыркаться впритык честно сказать я ни одно свое вот это асмр не осилила перед тем как заливать его на youtube обычно я все свои обзоры пересматриваю глянуть там что там никак или уже пересматриваю прямо на ютубе когда она загрузилась люди как вы это смотрите это жатый израиль мне когда скидывали за тест чтобы я поняла что это такое вот там с ушками что-то такое было я еле осилила 10 минут в одном а все остальные что мне анонимус триггерство фанатов скидывал тот который как раз меня исподвиг на этот запись то что я сейчас снимаю в общем я не осиливала максимум две минуты могла осилить этого непонятного ну какой-то такой типомотный афоном еще слушать еще ладно но так это же ладно каждый сходит с ума по своему ничего никого не хочу обидеть но я не всегда славлю смысла что люди смотрят обзор это мои люди куча трожим пошуршим что летим ой вот этим хотя не знаю там слышно какие-нибудь что-то 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я тут так увлеклась от Аймангой Аниме я смотрела уже Первый сезон Дорамы Впервые в жизни смотрела Дораму Первый сезон Дорамы смотрела Потом почитала рецензии В остальных сезонах Шин Савада нет Ну я подозреваю Вы наверное уже поняли Что у меня тут типа Западаю я на героя главного Шин Савада такая няшечка Советую вам посмотреть И первый сезон Когусен И Аниме Ну и соответственно Мангу почитать Вот сейчас я читаю мангу Они чуть-чуть все друг от друга встречаются Ну Вот это Парочка Училка И ученый Таки везде есть И вообще оно там про якудзу Я так просят якудзы Я специально Аниму тогда искала Именно про якудзу Вот как раз на нее напоролась И вот Я хоть это все Этот бред Сейчас их записываю Но мне на самом деле Дико хочется почитать мангу Конечно есть вариант Скачать ее на Ну С торрента там Или еще как-то В файликах Залить их На мелкий планшетик И в деревню почитать Ну я туда же вроде еду Изучать эту Азбучку их Посему Ибо дома они особо Когда получаются Соседи орут Не знаю Слышно их или нет Ну Посему Мангов Наверное все же подождет Меня из деревни Но сейчас мне Очень хочется почитать Потому что как раз тот момент Который В аниме затрагивался И даже в дураме был Ну посему Шуршаний-то было Наверное мало Но мне сказали Что кто-то там Видит эти мурашки От моего голоса Посему наверное Хотя я вот сейчас шуршу Не знаю Камера слышит Что-то или нет Я подвижу по шуршу Может услышит камера В общем если вы Досмотрели Этот Видео обзор До конца То спасибо вам Если вы еще и кайф Словили с этого То тем более спасибо вам Ну и там Традиционно Как принято говорить На ютуб Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok